Привет, зритель! Подарили тут моей кошке куриных голов к Рождеству, христианскому, православному. А я давно так подмываюсь, уже, наверное, недели две или три, ну, как вот до этого, последний раз, куриные головы покупала кошке. Что как-то сварила, тут бульон такой вполне себе ничего. Я думаю, блин, вот принято обычно его вливать, а тут забило в интернете сегодня. И внезапно какие-то французы едят деликатесный бульон из куриных супов, вообще куриных голов и аж гребешков. Тут у меня даже куриный гребешок был на одной голове, ну, в смысле, она вообще как бы петушок такой, голова петушка. И кошке она досталась, и кошке даже пол башки хватило, такая крупная куриная башка. И вот я, значит, этот, сейчас хочу вот этот бульон процедить. Залить пару стаканов этого бульона, или добавить еще жидкость, если будет бульона меньше, чем на два стакана, вот в эту медленоварку. Засыпать туда стакан обычного, самого дешевого риса. Ну, может, он не самый дешевый, бывает и дешевле, я уж не помню, какой я покупала. И сюда, в общем, сюда засыпать рис, потом засыпать сюда бульон процеженный, а потом добавить сюда специи кария. А так как это медленоварка, то, ну, может, часа через 4 будет готово на максималке, а может и быстрее, потому что медленоварка всего лишь на полтора литра, и рабочих тут только литр. И она вот относительно другой медленоварки, которая у меня на 2,5 литра, и рабочих там 2 литра, даже можно на 2,30, допустим. Ну, на 2 литра 200 мл залить вот так вот, ну, туда, короче. На 2 литра она готовит быстрее, чем там, а больше. Тут у меня это, специи карри, карри-порошок 20 мая 2021 года. А сейчас у нас, напомню, эти зрители, если ты вдруг забыл, внезапно 7 января 2023 года. Они как бы вроде просроченные, еще в прошлом году были, но когда я их добавляла в еду, я вообще не догнала разницы в просрочке. Ну, и я поэтому думаю, сейчас еще добавить карри, потому что курица с карри выходит очень вкусно. А значит, и как бы рис в курином бульоне с карри тоже должен быть вкусным. А потому, я тебе потом засниму процесс еще этого всего, если это все выложится на канал, после того, как я это еще захомячу, значит, это съедобно и вполне экономично. Если у тебя есть какое-нибудь домашнее животное, типа собака или кошка, я не знаю насчет собак, некоторые в интернете пишут, что собакам сырые головы можно давать, некоторые только вареные, я свои только вареные, да хоть она и не собака, а кошка. Вон она, там оно. Ну, не буду близко подносить, вдруг тут слабонервная есть. Хватит и того, что тут вон куриные бошки плавают. Так вот, я варила просто на фильтрованной воде специально, и промытые бошки эти куриные, без всяких специй. Ну, я думаю, может туда лавровый листик положить или кусочек чесночка, потому что я вчера делала салатик. Если ты смотришь хавчики на камеру, то увидела этот салатик. У меня оставалось еще этого салатика, я потом его еще поела. И у меня было два вот таких зубчика чеснока, а один я все-таки не положила. И, видимо, все-таки это много было этого чесночка, потому что мой желудок, хотя подруга говорит, что-то поджелудочное, сказали мне, Лёля, не охренела ли ты? Тебе надо делать себе кефирчик, съесть панкреатинчик, заварить зеленого чая и вообще пока чеснока много не ложить. Либо же ложить, но не есть. Ну, типа не в сыром виде, а вот в рис можно положить. У меня там мясо еще маринуется. Ну, оно маринуется сутки, когда я его еще сделала. А так вот делается рисик. Хотя сейчас у нас... Сколько времени ниже нуля? Вон, как бы 7 часов уже ужин прошел, я тут поела немного. Ну, допустим, к утру к обеду у меня будет вот рисик. У меня есть еще супчик овощной. Кабачок, морковка, семена чиа, укроп сливочное масло. Так вот, если вдруг это все-таки выйдет на канал, и ты это увидишь, значит, я выжил. А раз я выжил, значит, это вполне себе диетическое, дофига бюджетное, потому что я вот куриные головы покупала по 80 с чем-то за килограмм. Ну, может, сейчас они 90 за килограмм стоят, не знаю. И вот 90 рублей, грубо говоря, за килограмм куриных голов или там 200 с чем-то за килограмм курицы и цыпленка. Можно и дороже найти, можно и дешевле найти какой-нибудь эконом цыпленка за 150 рублей. Последний раз я это видела просто перед Новым годом. Где-то в конце декабря. Может, цены уже изменились. Но, короче, это как бы дешевле. Если у тебя финансы поют романцы, а мясо хочется, или хотя бы куриного бульона, при этом еще и существует какое-нибудь домашнее животное, которое надо чем-то кормить, а оно у тебя не ждет эти корма, искусственно созданные, я считаю, что это БПшки для животных. Ну, сухой корм и мокрый корм. Консервы. То ты можешь как бы сэкономить и при этом вкусно питаться. Потому что у тебя будет рисик по образу и подобию на мясном бульоне. При этом вкусненький на варистый такой бульончик. Суп я на этом бульончике пока не рискую делать, потому что я вот чисто хочу поэкспериментировать с рисом. Если тебе неохота слушать вот это бла-бла-бла, то ты можешь перемотать ролик. Я там, может, постараюсь в каментах поставить эти цифры, как принято сейчас у блогеров ставить на такой-то минуте, а такое-то, на такой-то, а такое-то. А можешь просто перемотать. Ну, если тебе религия запрещает, допустим, просто вот тут послушать и посмотреть. Ну, и это как бы мне просто самое интересно, потому что, ну, такой хороший бульон и выкидывать, выливать. А тут можно и себя накормить, и кошку. Пока не прощаюсь. А вообще, что это я выключилась? Я же могу одной рукой держать камеру, она на такой, на монопод, ну, на триподе вообще. А другой засыпать сюда рисик. Самый обычный рисик. Ты, может, офигел, что я его тут не промыла, а прям сухим засыпала? Я никогда его не промывала. У нас промывала, по-моему, бабушка пшено. Насчет риса я не знаю. Вот рука у меня экологически чистая, в смысле чистая. Но ты можешь рукой туда не суваться. А сейчас я отвлекусь немножко, оторвусь, потому что, может, конечно, можно его поставить, я пока не сообразила, как. И это тест, поэтому я лучше процежу вне камеры, а потом уже покажу тебе, как оно тут. Вот я тут процедила стаканчик бульона через сытечку. Это первый стаканчик. Ну, как бы считается, что на стакан риса на два стакана жидкости, да? Не знаю, получится у меня или нет это сделать одной-то рукой. С моим-то легким треймором при этом. Не буду я пока рисковать. Я, может, потом соображу, как это делать. Ну, когда у меня нормально все получится. Может быть, засниму уже потом еще раз. Может, чем-то еще добавленным. Поставив камеру, допустим, на штатив, чтобы она статично стояла. Я тут слегка отвлеклась на битье посуды. И у меня тут уже всплыло несколько рисинок. У нас есть розовая соль. Благодаря тому, что мой приятель сказал, что розовая соль полезная. Не переборщить бы с ней. А тут она как бы чайная, но чуть побольше чайной. Между десертной и чайной ложкой. Соль. Я это потом размешаю. И специи карри. Специи карри можно и побольше. Единственное, у меня тут что-то какой-то сказочный тремор на левой руке, как ты видишь, зритель. Я подумала сначала добавить лавровый листик или что-то еще. А потом подумала, что если будет все нормально, то в следующий раз я просто добавлю лавровый листик перец горошком или еще какой-нибудь хренатень в сам бульон, когда буду варить его снова, потому что у меня там еще есть несколько горлов на бульон. И оказалось, что эти вот все четыре головы, я еще подумала, они какие-то как слипшиеся, а оказалось, все четыре головы петушков. Все с гребешками были. Вот одна у кошки голова. И еще три головы осталось. И еще столько же где-то, ну, может, пять или шесть голов у меня на балконе. Хотя, может, там тоже четыре головы, просто они с гребешками, и кажется, будто это две башки. Соли можно потом добавить, если что. У нас тут где-то был кусочек чесночка. Я его все-таки сейчас положу. Ногтем продавлю, чтобы он пустил сок. Хорошо, когда ногти длинные, да? Покроем крышечкой. Включим в розеточку. Не знаю, получится у меня сейчас одной рукой это сделать или нет. Казалось бы, чего такого одной рукой вставить вилку в розетку. Нет, еще плита, оказывается, со вчерашнего дня включена. Ну, в смысле, розетка воткнута не вытащена. Знаешь, какая у меня прикольная фигня? Она загорается. Вон этот самый пошел заряжаться. И ставим на максимум. Вот. Ой. Вон оно, на максимум. Что у нас сейчас по времени ниже нуля? Чтобы посмотреть, потом засечь время. Сейчас у нас 7 часов 11 минут. Ну, где-то через час я гляну на нее. И заодно камеру включу. Камере сейчас, правда, может быть, придется дать пожрать. У нее там 40% осталось. В общем, ждем наш рис на бульоне от куриных газов с розовой солью, специями карии, кусочком чесночка. В общем, оно у нас тут простояло чуть больше часа. Сейчас, ну, в общем, час и 14 минут. И уже, так сказать, подубегало, когда я сюда пришла. Можно, конечно, перейти на минимум. Вот сейчас мы перешли на минимум. Ну, так как я потом собираюсь безмятежненько поспать, а на минимуме оно все равно быстрее делается, ну, в два раза медленнее, чем на максимуме, то я обычно перевожу, если что-то такое ставлю с вечера, на подогрев. И на подогреве оно в четыре раза медленнее готовится, чем на максимум. В два раза медленнее, чем на минимум. Но зато, как бы, можно безболезненно, лезть спать. Ну, или, может, под утро уже это, выключить его, или просто оставить на подогреве. Ну, конечно, может, совсем такое вот. Мягкий-мягкий рис, развалившийся. Если ты не любишь мягкий развалившийся рис, то это выключай пораньше, либо ставь это все-таки в середине дня, а не ближе к вечеру. А я нормально к развалившемуся рису отношусь. Поэтому я оставлю сейчас как есть. Для уточнения у нас сейчас 26 минут. Ну, в общем, у нас сейчас 28 часов, 26 минут вечера. 26 минут 9 вечера. И вот оно у меня будет стоять на подогреве, наверное, до утра. Ну, что, в итоге у нас вот оно 3 часа ровно полежало, вот с момента, как я его положила сюда, с переходом на подогрев. Я сейчас открыла глянуть просто, чего тут, а оно уже все такое готовое. Очень вкусно пахнет карри. Тут кусочек чеснока валяется. Я, конечно, сейчас уже его пробовать не буду, потому что у меня уже 10 вечера, я спать собираюсь. Ну, я думаю, что оно до завтра спокойно себе постоит уже вот просто медлено варки. Ну, и завтра с утреца я с тобой, зритель, поделюсь своим впечатлением от этого риса на бульоне от куриных голов. Хотелось бы сказать доброе утро, зритель. Но у нас уже, скажем так, почти полчетвертого. Так вот получилось, что я только еще собираюсь покушать. Это вот вчерашний наш с тобой рис. Я его сейчас собираюсь погреть немного, ну, положить вот на эту тарелочку и погреть в микроволновке. А потом уже вместе с тобой покаваю вот с этими замечательными маринованными огурчиками. Это не мариновал, а вот моя тетя делала. У меня есть на десерт хурма. зеленый чай с молоком. Ну, молока я налью. Тут мне вчера подружка принесла, она будет купить еще молока. И вот как раз вот этот вот чай. Белочун. И что-то к чаю, а еще у меня тут кошка. Вот я тут положила на тарелочку, он как бы холодный. И плотный такой вышел. Кошка всем своим видом показывает, что она не хочет есть огурцы. Мы тебя и не заставляем есть огурцы. Нефиг по столу шарахаться. Сейчас я поставлю эту микроволновку. У меня тут масло есть, углическое. 200 грамм. Вот не помню, то ли 200 рублей стоило, то ли чуть дешевле. 82,5 Головинская Агриволга. Ну и по звуку, наверное, слышно она там греется. Чай у меня уже согрелся. Я залила. И еще достала йогурт, ну, как бы кисломолочный продукт на закваске сделанный. Молока, правда, еще не добавляла. Может быть, немножко еще кихря поем. А может не поем, просто достала, чтобы он не был таким холодным. Опять же, все методом проб и ошибок. Ты уже, наверное, в курсе от моего фигурового зрения. Когда будет с чего смотреться, тогда это... Мне пообещали вроде как этот дополнительный мониторчик камеры. Если все случится как надо, то будет круто. А если нет, ну, значит нет. Так вот, в силу того, что маленькие экранчики, я не вижу просто ни черта. Мне тут рис. Напомню тебе. Обычный самый рис дешевый. Я не очень разбираюсь про пареный, не про пареный. Но ты в начале видео если забыл, как оно выглядит. Глянь. Там он какой-то такой вроде овальный был. На бульоне из-под куриных голов со специями карием, розовой солью. Можно любую соль добавить, в принципе, какая есть. И кусочком чеснока. Я сюда еще положила где-то полторы чайных ложки сливочного масла. Я раньше очень любила варить рис. И есть его, греть его в вареный рис, варить, ну, в смысле, варить рис, потом греть его на сковородке и есть его со сливочным маслом и солью. Тут у нас поэтому приличное количество сливочного масла. Может, это не очень бюджетно. А еще у нас к рису маринованный огурчик. Я что-то просто прониклась огурчиками. Кошка ушла с окна. У меня тут тарелка с кусочком воска с медом. Рамочки такие. В середине лета тетя ставила гули. Ну, специальные такие рамочки. А еще дедушка мой придумал так делать. Я думаю, что-то не только дедушка придумал, но в нашей семье именно он придумал. Вставлять в рамку магазинную четыре маленьких рамочки. И в нее, соответственно, их навощенные уже с овощиной. И пчелки туда приносят мед. А потом зимой у каждого по своей рамочке квадратной. Вот. В таком пакетике сейчас эта рамочка подобная. Есть мед в сотах. Ну, у нас в прошлом летом первую половину лета, ну, как бы первую часть того момента, когда люди скачивают мед, как-то было маловато меда уж расстроились, нет практически ничего, а потом так поперло. Я не знаю, как позапрошлом году ставили эти рамочки, но в прошлом поставили посередине лета, а пчелы как-то мало туда нато стали. Лоско настроили, а меда мало. И решили, что вроде как в этом году чуть ли не с начала лета ставить эти рамочки. В прошлом последнем АСМР мне кто-то в каментах писал вот руки дрожат, мне кажется, вместо того, чтобы ответить на камент, поставить сердечко, но я ставила сердечко, но у Ютуба глюки иногда бывают, если с телефона доходишь с веб-версией. И он этот камент удавил. А клошный глюк кого-то волнует тот факт, что я даже сама вижу, что у меня рука дрожит. Да, у меня иногда дрожат руки. Так как этой ночью у меня было слишком фигово, у нас с минус 25 температура упала на минус 15, на меня это тоже влияет, на мои фиговы, у меня вполне может трястись рука. хорошо, если трясется только одна и она не так сильно трясется, то бывает такой конкретный тремор, что даже я в шутку сама себя за руку держу. Если кто-то до сих пор в танке и очень волнуется на эту тему, ну, мало ли, визуально чужой тремор доставляет какие-нибудь физические проблемы, моральные страдания, то все, я в ДТП попала. А я однажды созреве напишу этот ролик знакомства, в котором меня об этом ролике знакомства меня год назад кто-то спрашивал из новых зрителей на этот момент, где надо рассказать основную информацию о себе и назвать его знакомства. Ну, или как-то так. Я посмотрю у других блогеров, что такое записывал, как оно выглядит, ну, и напишу себе план, что зачем, почему. Запишу, смонтирую, будут всем чести. А так, да, у меня бывают трясутся руки. Раньше, когда я читала стихи на публику, у меня не только тряслись руки, меня вообще все колбасило от волнения. И вроде я не волновалась, я сам у себя говорил, да не, все нормально, что как обычно, вроде там, какой раз читала, но меня очень сильно колбасило. Особо меня колбасило, значит, читаешь, читаешь стихи, а потом где-то в середине выступления начинает колбасить. Я еще полчаса, после того, как читала стихи. Вроде как, уже волноваться-то не надо, а у меня такое, запоздалое, запоздалая реакция волнующегося организма. такое, что хочу сказать. Вполне нормальный рис на бульоне от куриных башек. В этом случае у нас были от петушиных башек. Потому что все башки четыре были с гребешками. Я думала, кошка съест гребешки или нет. Ничего, съела. Видимо, не только французы гребешки за деликатес считают, ну и моя кошка. Я подумала, что нужно в первый раз проварить эти башки подольше. Я вообще время не замечала, сколько я их в этот раз варила. Проварить их подольше. Добавить туда луковицу мытую, но неочищенную. Ну, как я в интернете разные рецепты глянула на этот бульон на куриных головах. Даже бульон делают еще на куриных ногах, но я не знаю, продают ли куриные ноги. И что делают, оказывается, еще и холодец из кури... ну, из куриного мяса или из куриных костей. Куриный холодец, короче. Ну, думаю, туда потом в следующий раз у меня там еще на поршу этих куриных голов, ну, в смысле, начать сварить. Добавить лоблова листик головку руколепчатого желтенького. Да, еще и красненький есть. Чесночинку, потому что куриный бульон с чесноком очень вкусный. У меня у мамы была подруга. я как бы сейчас есть. У нее папа был... ну, короче, готовил маленькие такие голубчики. Голубец. Голубчик. А к ним бульон, мне кажется, всегда куриный был, но с чесноком. И вот он очень вкусный был, этот бульончик с чесноком. Ну, в нем чеснок варился. Там другой какой-то особый аромат. Мы эти голубчики небольшие такие, ну, вот такой, наверное, объемом, из капустного листа. Окунали в этот бульончик. Было очень вкусно. Я не знаю, русская это кухня или нет, но папа маминой подруги, он с Украины. А мама маминой подруга с России. Так вот, я как-то добавила эксперимента ради куриный бульон. Когда варила что-то куриное. хотел чесночок в зубчик. И было очень вкусно. Я вспомнила, что, ну, тот самый вкус и, когда, ну, сварил куриный суп, я стараюсь добавлять туда чесночок для вкуса. Иногда забываю и не добавляю. Хочу попробовать чесночок положить, лововый листик и луковку. Потом, конечно, это все выловить оттуда. бульончик процедить, голову кошке отдать. А на бульончике можно сварить опять риса. А может и суп, потому что, в принципе, как, у меня сейчас суп, я ем, варю из кабачка и морковки, овощной такой, суп-пюре. куриный бульончик, я ем, куриный бульончик, куриный бульончик, то в мультиварках есть там такие эти. В некоторых мультиварках есть функция медленоварки, а в некоторых мультиварках нет, но лист-то там можно же сварить в этой мультиварке. А если у тебя нет ни того, ни другого, но ты, я думаю, ты можешь лист варить просто на газу в какой-нибудь постройке. У меня на этой камере аккумулятора где-то 35 минут было, когда я его сейчас совсем села писать. Мне интересно, на сколько этих 35 минут хватит. еще мне кажется, просто лист медленоварки без всего, без мяса, без овощей я первый раз делаю. И сверху-то он получился такой как бы подсушенный. Ну, как бывает, когда варишь рис, там вся вода впиталась, лида. А снизу-то оказался такая как рисовая каша. Мягкий очень. Я доставала ложкой алюминиевой, если у меня ложка с дырками такая. И было тяжеловато это делать. Надо было взять обычную. Именно из-за того, что там рис книзу будет мягкий. я еще читала, что можно есть куриные морги. напомню, что бабушка у меня высасывала мозги каких-то косей. Ну, не куриных, больших каких-то косей. Ну, видимо, это на любителях. Кто-то любит мозги костяные, куриные, в том числе, а кто-то нет. Ну, смотри, злитель, если ты покупаешь куриные бочки для своего животного и варишь их, то при случае, если твои финансы поют романсы, ты можешь как бы на этом бульоне заварить тот же рис либо суп. А если у тебя нет кошки или собаки, ну, животного, которое есть в кости, то, может быть, на улице есть какое-нибудь брошенное животное, которое будет жрать вот эти куриные бочки. Ну, а может быть, ты какой-нибудь такой любитель суперделикатесов или еще сам попробовать в мозге этих куриц вареные. Тебе понравится. А либо совсем извратишься и сделаешь суп из грибушков. вдохновившись моим примером и почитав рецепты у французов. И будет тебе экономное, бюджетное, вкусное счастье. Один кусочек огурчика не вылезает. Я сейчас перервусь и уже с тобой чаю попью. Я так поняла, что десерт в меня не влезает. Ну, можно потом его съесть. А вот чашечку кефирчика и молочка может быть с печененкой какой-нибудь я вполне себе осилю. кефирно-молоке угличеполе. Ну, оно уже на агреволоском молоке, короче говоря, 3,6% жирности. И на закваске Иван-поле то ли кефир, то ли йогурт. Потому что я оба сыпала в один пакетик салфановый, убрала в холодильник, чтобы они места много не занимали. в йогуртнице Дельта. Если кого-то как одного зрителя волнует вопрос, какая на самом деле температура в йогуртнице, 41,6% по-моему температура была, когда я доставала оттуда йогурт. Потому что писал мне один зритель под обзор Дельты йогуртницы с моментом приготовления на заквасках Багграф кефирчика какого-то. Если хотите покупать со скидкой закваски Багграф косметику про Биодерм, то в инфобоксе есть ссылочка на этот сайт. А можете просто использовать мой код ivaforever 10% скидка вам обеспечена. по нему. Так вот, человек писал, что там что-то не плюс 50 градусов в каких-то в каких угодно йогуртницах, которые он пользовал. Может, ему такие плохие образцы попадались, а может, он что-то с ними не так делал. но моя вполне себе она заявлена как 42 градуса ее температура максимально оптимальная. Ну, вот у меня я мерила специально после его комментария от этого товарища. не надо в кадр ласать даже маленькой камерой. Ты можешь ее снести куда. Даже стоит вот прямо миллиметр, сантиметр от тебя где-то шла, дурочка. кошка-ариска наглая хулиганка. Так вот, я мерила термонитер специальным для пищевых продуктов приготовления там минус, плюс и у меня было 41,6. Дешево и сердито я считаю. Во-первых, его вам окупится. Если вы не используете закваски, а используете какую-нибудь сметану или просто кефир. Окупится вдвойне, а если используете, то после одной закваски на основе этого кефирчика его еще раза три можно использовать, допустим. Оставляете такую вот чашку, допустим, этого кефирчика. Смешиваете с молоком, суете в йогуртницу. Получившуюся оставляете чашечку, смешиваете с молоком, суете в йогуртницу. Еще раз получившаяся оставляете чашечку, смешиваете с молоком и суете в йогуртницу а дальше уже советуют больше не юзать и юзать на вот у нас что не знаю видно это не видно мы тут вылизываем чашку хозяйскую потом мы это помоем тщательно мы меня вчера угостили печеньками печенька мармеласка-шоколадка и даже не смущает ничего так вот у меня тут зеленый чай белого чунь с молоком 2,5% жирности ну это если вы кефирчики любите потом этот кефирчик можно смешать с каким-нибудь вареньем или с какими-нибудь фруктами или с киселем с этим фруктом очень вкусно смешивать можно даже смузи делать какой-нибудь с мармеладом на основе варенья ягод и так далее с домашним мармеладом смотрим можно там смешать чем-нибудь солененьким какой-нибудь там петрушка укроп чеснок сделать заправку для салатов на тебе и вниз в эту чашку камера вернись сюда я тут камера блин наверное этим стоит управлять все-таки с телефона когда она уходит никуда поймала она не там фокусировку я еще с ней не очень разобралась инструкцию не всю дочитала смысле прочитала но одного раза мало на сложных агрегатах надо долго читать очень много функций и описаний но я вчера нашла как микрофон настроить методом тыка без перехода в дополнительные настройки на смартфоне ох мне одна печененка съелась одна осталась и чё еще можно с кефиром поделать а если у вас допустим было какие-нибудь ягоды протертые с сахаром пробитая блендером еще чё-то вот заготовка в этом делаете морс эти ягоды жмых остается этот вот можно взять высушить сушилки на батареи если зима и вас горячая батарея еще где-нибудь потом этот жмых он обычно такими полосочками остается практически как тонкая такая пастила только что-то стлявое положить его в ту как бы оттарем мельницу меленгу эту кофемолку в блендер какой-нибудь если у вас много его вот этого жмыха получилось сушеного и измельчить а потом этим измельченным жмыхом посыпать тоже кефир и размешать будет очень вкусно я так делала со жмыхом черной смородиной обалденно и самопальный суперфуд потому что там все таки витамины всякое такое остается микроэлементы и платить не надо на каком-нибудь италии на там озон ревайберис или еще на каком-нибудь интернет сайте за эти супер суперфуды причем я как бы видела что продается порошок сушеной смородиной допустим по 100 грамм по 25 по 50 стоит он прилично а тут у вас все свое есть это ну в том случае если у вас допустим есть свой сад или огород где растут эти ягодки или допустим у вас есть возможность собрать как вот у меня в прошлом году дикую смородину черную в одном месте я даже красную дикую смородину обнаружила надеюсь на следующий год у меня получится ее тоже собрать и тут другую я даже от варенья бывает остается вот если варенье потом у меня там сзади на засахаренном варенье из черной смородины я сделала на полбанке пол литровая банка половину на стакане короче варенье я сделала компот водой разбавила чуть-чуть прокипятила можно это процедить и вот все эти я в прошлом году это открыл весь этот осадочек его можно повторно использовать высушить опять же измельчить и тот же суперфуд добавить тот же киперчик очень вкусно и полезно и та же самая клетчатка вот те зрители я сказала рецепт экономного блюда вариацию очередную сэкономить на бюджете и вкусно при этом поесть если ты не внутренне не воротишься от того что а это лёля на каких-то там куриных головах сварила бульон головы кошки ладно но бульон оставила себе процедила и сделала на нем риса как это вообще есть то ну знаешь я наверное хорошее финансовое положение я рада за тебя либо же у тебя хорошее финансовое положение либо же ты просто очень узкомыслишь и не пробовал никогда чего-то вкусно потому что иногда что-то такое вкусно приготовленное а когда узнаешь потом из чего ну вот брюховица в детстве моем делали она так воняла она так жутко выглядела но когда ее ешь на такая вкусная такой хороший рулетик почему-то в этом году я не купила у нас в одном магазине продавалась и готовая а в другом магазине продавалась очищенная только сготовь этой брюковицы когда ее ешь она такая вкусная не задумываешься из чего она а когда понимаешь из чего она то два варианта либо выберем как это вам как это представить но некоторые жуты быть и бычьи яйца и ничего так что всем спасибо за просмотр я надеюсь вы покушали и вас не покинул аппетит несмотря ни на что и всем пока а да если хотите поддержать канал то вы можете это сделать по ссылке вниз вот здесь будет облако совсем пока